Более того, я организовал изучение тибетской медицины и нашел там слово тхикле. Тхикле переводится на русский язык, там довольно трудно понять тибетскую медицину, потому что все говорят, что это медицина предыдущей цивилизации. Значит, тогда, когда тело, которое жило минимум тысячу лет, значит, это тело, оно, так сказать, во многом энергоснабжалось, питалось за счет энергии тхикле, которая течет по участкам вязкой воды в организме, воды бессмертия. Вот такая вещь. То есть внутренняя среда определяет фактически все в нашей жизни. Мы начали искать легендарную, искать вот эту вязкую воду в организме человека. Ну, сколько там участков было взято, множество. И, значит, нашли восемь участков теле человека. Два из них находятся на стопе человека в районе подошвы. Один находится чуть ниже надколедника. Значит, самый большой участок – это уломные сочленения. Это вот кости таза. Ну, считается, там такая хрящевидная такая пластина, она довольно большая, 5 на 2 сантиметра. И вот, значит, это считается то, что если женщина рожает, таз узковат, то это растягивает и все прочее. А с другой стороны, а что у мужчин-то это есть? Мужчины, они рожают вообще-то. И подумали мы о другом. И, наконец, мечевидный отросток вот здесь. И вот по этим участкам, по ногам, везде и всюду циркулирует вот эта энергия Тхиклия, как ее называют, и что переводится «Божья искорка». То есть, вы знаете, получилось так, что…